Юра, не уходи, ты нам нужен. Да, я Юрию хотела сказать как раз. Так, слушаю. Это все тот же любимый эффект Манделы. Я хотела сказать насчет, как оно называется, коллайдер или как он там называется. Да, да. Я хотела сказать, что я в него не верю. Вот мне кажется, что это типа космоса. Если там посмотреть на вот это видео, где сотрудники коллайдера как бы пляшут и радуются, и там какие-то таблички показывают, вы на людей посмотрите, жизнью замученные проблемами, забитые. Там никто особенно не выглядит таким вот злым гением. Там вообще особенно интеллекта нигде не проскакивает на лицах. Там все дело не в самом коллайдере, да? Там все дело в самой корпорации ЦЕРН. Естественно, сам коллайдер – это фикция. Там они ищут частицу Бога, Бозон Хиггс, чего только они там не искали. Да, чего только не искали. Ну, я думаю, что, как вы показываете, что эти станции – это просто обтянутая фольгой. Какие-то фанера, в лучшем случае, а то и вообще картон. Так и тот же коллайдер – то же самое. Ну, так оно и есть. Это фикция, да? Я имею в виду, сама организация ЦЕРН непонятно, чем занимается. То ли это оккультизм какой-то, то ли это какие-то другие опыты, которые мы не знаем. Я этим вопросом не занималась. Я прослушала несколько роликов. Такая организация ДЕИР. Это что-то насчет энергетических… Это эзотерика. Люди делают там какие-то энергетические упражнения и так далее. И вот там вот рассказывалось, что человек сделал какое-то упражнение, у него родственник покончил самоубийством. И он сделал какие-то упражнения, и потом все сказали – нет, он умер сам по себе. В смысле, реальность изменилась. Я думаю, что это люди сами по себе умеют менять реальность. А они нами как бы управляют. То же самое погода. Я думаю, погоду… Как бы люди делают погоду. Я видела какой-то ролик. Это Келли, Келли, Рау, Ти Ви. Это на английском языке американка ведет такие. Ну, свой канал держит. И вот она давно уже рассказывала. У них там были эти ураганы. Ураганы за ураганом. Так вот, она утверждала, что эти ураганы создают люди. Сначала показывает по телевизору, что идет ураган. Люди все подумали об этом урагане и создали этот ураган. И они там собирались… У нее до сих пор, я думаю, выложены эти ролики. И они там собирались конференции и силой мысли останавливали эти ураганы. И что-то реально просто остановилось. Я сейчас скажу одну вещь. Это из разряда 90-х годов, когда руками стирали облака на небе. Была такая фишка в Советском Союзе. Вернее, уже в Новой России, в начале 90-х, когда стояли и стирали облака. Примерно из того же разряда. Я к этому скепичу. Ты знаешь, я сама как-то… Мне надо было идти на похороны. И тут очень холодно. И было минус 20. Но я загадала, чтобы была другая погода. И вместо минус 20 было минус 2. Хотя, по всем прогнозам, должно было быть минус 20. Ну, было бы здорово, да? Я хочу жить 500 лет. Почему-то ни один человек не может себе такого… Дело в том, что… И это моя мысль, что мы раздроблены. Это мы, те, кто делает эту реальность. Но потому что мы раздроблены, во-первых, нас должно быть больше. Как-то мы должны быть объединены. Потому что если один задумывает облака, а другой разгоняет облака, то и будет как бы неконтролируемо. А если кто-то контролирует… У меня вот простой вопрос. Простой вопрос. А как они это делают? Ну, как это работает? Практически. Развивается, как сказать… Ой-ой, простите, забыла. Называется… Воображение. Представляется очень четко, очень реально. И с тренировкой это все время улучшается. Советский Союз и первое время России, уже мы пережили все это. И рамки. А я… И заряженную вузу пережили. И Кашпировского пережили. Ну вот я как раз этого не переживала, да. Я пропустила это все, да. Поэтому мы уже… Ну ладно, я просто высказала свою мысль. Еще прокомментируйте. К сожалению, я сейчас случайно создал помехи, которые закончатся через 210 секунд. Я на другой компьютер начал перекидывать ролик. А когда я перекидываю ролик между компьютерами, трансляция подвисает. Я про это все забываю. Но сейчас уже будет все нормально. Смотрите, вот… А, все, она уже пошла, восстановилась. Что вот… Я хочу просто относительно на понятный язык перевести, что сказала Оля. Я понимаю, что не все играли в игру Майнкрафт. Но вы можете просто посмотреть ролики, изучить ее. Есть много уже похожих игр. Серьезных и несерьезных. Вот кто-то видел я в динозаврах играл. Вы знаете, что… Вот я для себя вижу наш мир, как вот эта игра Майнкрафт. То есть определенное количество игроков. Запущено на определенный сервер. И эти игроки меняют мир. Те, кто играл в Майнкрафт, прекрасно знают, что меняется там все. Ландшафт там и так далее. Если, конечно, программист более серьезный, то он может прописать, чтобы менялась и погода, и менялась, скажем так, и менялся даже климат. Мы своего рода, если по меркам игры брать, мы рассредоточены. То есть если нам, белорозовым, создать гильдию, то по меркам игры, допустим, гильдию, кто знает, там, допустим, игру Lensh2, то там большим количеством людей можно достичь большое количество виртуальных результатов. Вот приблизительно, я вижу у нас то же самое. Если белорозовые, как я уже говорил, пускай это прозвучит, это высокими, высокопарными фразами, но если белорозовые будут в едином порыве думать одну и ту же мысль, она действительно материализуется. Вот тысячи, сотни тысяч людей. Вот. Просто будем менять эту реальность. Как в игре Minecraft, если бы люди бы, определенная группа людей, там 100, 200, 300 человек собрались, не один ковыряет киркой, кто играл в Minecraft и менял в ландшафт, а тысячи эту кирку в руки взяли ментально и начали ее ковырять. То же самое, я думаю, в нашем мире. Ну вот ролики, ну не ролики, а вообще вот такая мысль есть, что наша планета, это не планета, а тот участок земли, на которой мы живем, он полностью перелопачен. Нету ни одного камушка, где не был бы поднят бы либо лопатой, либо ковшом, либо еще как там инопланетяне на один писал, это Лена из Германии, говорит, меня инопланетяне... А, нет, Ирина из США. Причем, не очень много людей, но они есть. Наши бывшие соотечественники из США пришли в полный восторг, что мы, что они живут, по моим знаниям, с нами на одном континенте. Они мне не пишут, слава, проснись, я живу в Америке. Они настолько рады, вот Ирина Вады, она настолько вот живо это все восприняла, она давно живет там 20 или 30 лет. Если бы мы как бы гильдию создали, то бы мы могли бы менять реальность. Я чувствую, что так, в принципе, всегда и было. Но мы разобщены, причем оккупанты сделали все очень грамотно. Да, Юр говорил. Да, я хотел сказать просто, что сам по себе эффект Манделы, он заключается в каких-то мелочах. Нет у нее каких крупных событий. И в основном по нашей забывчивости что-то мы не помним, да, в памяти в нашей отложилось не так. Может быть, что-то мы подзабыли. В принципе, вот и весь эффект Манделы как бы нету. Кто назовет мне хоть одно серьезное мероприятие, в котором эффект Манделы сильно повлияет, на который нету такого истории? Оля... А, ну говори. Я хочу... Ну, во-первых, я хочу сказать, что, наверное, крупных изменений мы не видим. Мы только... Мы только случайно замечаем случайные мелочи, побочные эффекты. А крупного, наверное, они есть, мы их просто не видим. Так мы как раз-таки должны замечать крупные, как бы соринку в глазу тяжелее найти, чем бревно. Но... Был такой фильм «Эффект бабочки», помнишь? Дьявол кроется в мелочах. Я помню. Да, так там просто все изменилось, вся реальность изменилась, и никто не заметил. Там другие здания стали... О том и речи. Если бы был такой эффект бабочки, мы бы даже никогда и не задумывались о таком понятии, как эффект Манделы, потому что мы бы, в принципе, жили в этой реальности, в новой уже, ни о чем бы не догадывались. Так, нет, так случайные мелочи какие-то остаются, они как бы это... Как сказать? Ну, такого не бывает. Если меняется реальность, артефактов не может оставаться в этой реальности. Давай самый сильный аргумент, он и в шутку, и всерьез. Есть замечательный исследователь, который заметил, что на его всей коллекции исчезла фраза и робот стал выглядеть по-другому. Юрий Тимовский на протяжении многих лет. Да, лично сам. Я же и говорю, да, то, что, допустим, у С3ПО одна нога была другим цветом, это вполне... Это вообще обалдеть. Что я этого никогда не замечал, потому что не было у меня такой цели, да, смотреть на эту ногу. Я могу это объяснить, что это моя невнимательность, потому что, ну, зачем мне было на такую мелочь обращать внимание? Вот, в принципе, как бы, я могу... Да, вторая фраза, да, нет, я твой отец или Люк, я твой отец, это тоже самое, в принципе. Я могу это объяснить тем, что, может быть, из-за такого количества мемов в интернете, надписи на футболках, надписи на кружках, надписи в комиксах, просто так между собой общение, да, вполне может быть, что люди, вот, я также поддался вот этому вот так называемому эффекту Манделы, что я просто банально... А как это? Как насчет убийства Кеннеди? А убийство Кеннеди в чем там эффект Манделы заключается? В чем? Ну, это в том, что... Ну, говори. Ну, то, что я помню. Ну, Юра, посмотри, Юра уже его положил на лопатки, просто ты его не смотришь. Я показал уже, что это никакого эффекта Манделы там нет абсолютно. Я с Юрой согласен. Знаете, такое ощущение, что 98% эффекта Манделы это грамотная фальсификация. Просто очень грамотная. Я лично, я лично сидела с мужем и смотрела, как документ, ну, документальный фильм, как он едет на светлой машине, ему сзади стреляют, и жена потом кричит и лезет на машину. Так, во-первых... Это Жаклин Кеннеди. Да. И потом, когда я узнала про эффект Манделы, я спрашиваю у мужа, я теперь у всех спрашиваю, как погиб Кеннеди. И поэтому я могу выяснить, кто как помнит. Но муж сидел и рядом смотрел. Он сразу сказал, машина была светлая, сидело 4 человека. Ну, вот как и я помню, вот мы вместе смотрели. Давайте разбираться. Во-первых, сзади Кеннеди убить не могли, потому что все прекрасно знают, что стреляли из окна дома. Из окна дома, когда он проезжал по дороге. в принципе... Хорошо, он упал вперед. Он упал вперед. Не из окна дома, а стреляли с крыши. Я это тоже прекрасно помню. Мне тоже не 2 года, не 30 лет. Мне 50, и я тоже это прекрасно помню. Его, между прочим, с крыши стреляли. Я это тоже все помню сама. Освальд всю жизнь стрелял из библиотеки. Всю свою жизнь с окна библиотеки стрелял. В моей реальности, да. В моей реальности тоже есть окна. Подтверждил с окна, потому что даже есть фотография, где там лежит винтовка. А в моей реальности с крыши я сама видела. Я понимаю, что люди... Я скажу, что такое эффект Манделлы. Эффект Манделлы это люди хотят верить в то, что они хотят, во что они хотят верить. По телевизору показывали... Смотрите, скажу первый раз. В 1963 году убийство Кеннеди произошло. Фильмы начали снимать цветные. В 50-х годах еще уже цветные фильмы были. Это раз. Во-вторых, в Советском Союзе очень напряжено было светными телевизорами, и поэтому все смотрели практически в 60-х годах по черно-белому телевизору. Я могу уверить, что 99% советских людей смотрели трансляцию по черно-белому телевизору. Поэтому никто... Я помню, трансляция была черно-белая, а сейчас она цветная, потому что, во-первых, у вас был черно-белый телевизор. Вы помните, белая была, да? Не-не, я это видела в Финляндии. В Финляндии показывали этот фильм лет, не знаю, лет 15 назад я его видел. Документальный. Он был черно-белый фильм. Вот я о том и говорю, что на самом деле фильм был цветной. Да, вот он цветной. И сейчас можно найти убийство. Он запечатлен с нескольких камер, есть множество ракурсов можно посмотреть, потому что это логически можно обосновать. Да, едет президент, естественно, снимают сразу несколько телеканалов, сразу несколько фоторепортеров из газет. Сейчас эффект Манделы, была всего одна запись, а сейчас их много, это эффект Манделы. Вы просто включите свои мозги, ребята, которые так говорите. Это президент едет, встречает его естественно куча репортеров и куча телевизионщиков. Говорить о том, что была всего одна запись, это чушь. Не-не, я не говорю, но я говорю, что машина была светлая, а теперь она черная, У Кеннеди было два автомобиля Линкольна. Линкольн Континенталь Конвертибл, модифицированный X100 название у него, и Линкольн Континенталь 1963 года белый. Он, кстати, Хрущев приезжал, он в 3 детей ехал на этом автомобиле. Он ехал с Жаклин Кеннеди на этом автомобиле тысячу раз. Есть тысячи архивных съемок, а почему-то некоторые съемки выдают за убийство Кеннеди, якобы это момент убийства Кеннеди, это чушь, это никакой не момент убийства Кеннеди, это обычно просто... Не-не, слушай, это был момент, вот то, что я помню, это был момент убийства Кеннеди, потому что это Жаклин Кеннеди полезла, вот увидела и полезла, Испугалась и полезла Туда Я думаю, она один раз только так полезла Я думаю, она так Это не было у нее так А вы не думали Я хотела Что, что, что Я хотела сказать, а вы не думали, что это постановочные Фильмы и сейчас Их бросают Дело в том, что даже вот этот последний Там на шесть человек И там же видно, что якобы Это же Кеннеди Жена его стреляет Вам не кажется, что это сделали Обыкновенные актеры И сейчас нам втюхивают И говорят, что это какой-то Эффект Манделлы Я скажу так Что возможно все Потому что Кеннеди Его грозились еще во времена Того, когда он был живой Убить, потому что вполне возможно Была и инсценировка Я могу и это допустить Да, но теперь вообще Давайте поговорим о самом автомобиле Просто что такое Отвлечение внимания Вам надо посмотреть срочно Канал ТЭД ТЭД такой есть Канал замечательный Бывает до такой степени Вот когда смотришь Да, выступление Ты обманываешься постоянно На банальных вещах Это отвлечение внимания Объясняю, как это работает Вот смотрите Скажите мне Советские люди Да, и вообще люди Вот привыкшие Если в машине Сидит Четыре человека Попарно Вот сидит Человеки Попарно Не потрое Попарно Может Ваш мозг Представить Что может быть Машина Где могут Сидеть Попарно 6 человек Вот вы можете Такое себе Представить Мозг у вас Автоматически Будет Говорить Что в машине четыре человека, потому что если сидят попарно люди, то не может быть шесть человек в машине. Ведь машина четырехместная. У вас мозг рисует, рисует мозг, что в машине четыре человека, потому что вы не можете представить, что бывает машина шестиместная. Почему? Нет, это правильно. Рисует так. Правда, я, Виталий, тоже видела вот эти четыре человека и, конечно, уже видела в цветном изображении. И потом, когда начался вот этот феномен Манделлы, начали показывать эту черную машину и там шесть человек. И потом, действительно, каким-то краем глаза я заметила, что вот эта девушка Кеннеди, она закрывала голову, видно, что там парик. И у меня сразу же было такое впечатление, что это сделали недавно, постановочные. А дело в том, почему? Потому что Италия, это же вообще сукупе Америки. И сколько я жила столько раз, ну, почти, если одна раз в неделю не крутили вот этого Кеннеди, как его убивали, ну, не может. Не проходила так одна неделя. И я это уже знала наизусть. И когда я увидела другой ролик с этой другой машиной, шесть человек, и вот с этой дамой. Видно мужиковатого вида дама. И если найти этот ролик, наверное, по кадрам посмотреть, наверное, можно будет увидеть. И такое впечатление, что вот этот, вот этот дама стреляет вот этого якобы Кеннеди. У меня такое впечатление, что это постановочные сделали специально, наверное, чтобы придумать вот этот эффект Мандела. Это мое личное мнение. Это то, что я так заметила в одну секунду. Да, вполне может. А как насчет стихотворения «Сижу за решеткой в темнице сырой»? Объясняю просто. Было два стихотворения и одноименных под названием «Узник». Один, одно стихотворение «Узник» написал Лермонтов, второе стихотворение «Узник» написал Пушкин. В этом и заключается весь эффект Манделы. Название. Да. Да-да. Ты знаешь, я тебе скажу насчет этой ноги ИПКОЛ, как он, ну вот это, «Звездные войны» у этого робота, одна нога серебряная. Олечка, а можно я тебе насчет вот этого стиха сейчас скажу? Дело в том, когда мы обсуждали, тут еще была вот эта Ирина из Крита. Она попросила свою маму из Украины, не с Украины, она с Россией, и мама ей выслала, сфотографировала и на мобильник выслала текст. И там было так, как надо, так, как мы учили. У нее была эта старая книга, когда она еще в школе училась, или мама ее училась, не помню. Вот так и осталось. А я скажу другую вещь, да? Вот я скажу еще один такую вещь, которую, по-моему, один раз я упоминал, может быть, вообще не упоминал, честно, брать не буду, сказка о царе Салтане, что у меня отложилось с детства в памяти, хотя вполне можно это объяснить, да, что на весь крещеный мир приготовил бы опир. Я отлично помню, что никогда Пушкин не мог написать крещеный мир, потому что ненавидел христианство Пушкин. У меня в памяти отложилось, то на весь честной бы мир приготовил и опир. Я это помню. Это другая сказка. Да не другая, это та же самая. Сейчас, Юра, извини, я понимаю, что дело некрасиво, у меня была такая ситуация лет пять назад, когда еще я не знал ни Фехманделы, я сидел, и даже есть некоторые, я Виталию Сундакову скидывал разъяснения, ну, просто ему на сайт тех или иных стихов, и я решил, короче, это, посмотреть Пушкина, и я уже пять лет назад увидел, я такой, недоумел, думаю, ничего себе, взяли, переписали, начало стиха. Но тогда это значение не предавало, я думал, это просто переписали. Крещеный мир появилось, думаю, ничего себе, и отложил, а когда уже пять лет прошло, меня сейчас это удивляет. В принципе, я это давно знаю, да, как бы это, с детства еще, я почему-то с родителями спорил, мне говорят, отстань, никогда такого не было, всю жизнь была крещеной. Я говорю, ну, как так, я же изучал Пушкина, ненавидел православие, и вообще, он был одним из первых противников, чтобы... Юра, прошу прощения, правоверие, было христианство правоверное, а потом они украли у нас слово православное. Ну, понятно дело, это же придирки, да, как бы маленькие? Не придирки, чтобы, уважаемые слушатели и зрители, были в курсе, что христианство сначала шло под флагами «Мы правоверные», а потом... то есть Пушкин был против вообще издательства Библии, да, в то время, то есть он не хотел категорически, чтобы она издавалась, поэтому он не мог написать крещеной, однако, почему-то в сказке о царе Салтане написано «Крещеный мир». И вот это для меня было всегда странно. Я спорил даже... Извините. Ну, я согласен с тобой, Юр, но смотрите, а вы не задумывались, вот как сейчас о Попе Балде, то есть того же Пушкина, перепечатывают? Может быть, надо смотреть по редакциям книг, какие годы напечаталось? Дело в том, что когда я занялся серьезно этим вопросом, когда я изучал эффект Манделы, да, вот этот, я искал, я пытался найти, запрещали, может быть, в Советском Союзе там не любили, да, это слово «крещеный» там. Может быть, когда-то было две разных версии, никогда не было такой версии, потому что я нашел рукописи Пушкина, где четко написано его рукой «Крещенный мир». Вот так. Обалдеть, Юра, обалдеть. Я тоже помню, что это было на весь «Честной мир», да. Обалдеть. Вот, то есть это вот такой факт, который для меня, это был самый первый, наверное, вот такой, так называемый, по-современному эффект Манделы, потому что я всю жизнь этим вопросом задаюсь, всю жизнь, потому что я вот считаю, что сказка была перепечатана, да, давайте вспоминать, что такое, как она называется-то? У Лукоморья дуб зеленый, как она называется-то полностью? Руслана Людмила называется. Руслана Людмила, да, есть фрагмент. У Лукоморья дуб зеленый, да, золотая цель. И 30 витязей прекрасных, чередой извод выходит ясных. 30 витязей, с ними дядька их морской. А тут оказывается, что в сказке о царе Салтане 33 богатыря. Понимаете, то есть я всегда задавался вопросом, почему творчество Пушкина намеренно было переделано. Он не мог ошибиться, написать 30, а в сказке о царе Салтане 33. Вот это как объяснить? Это я тоже не знаю, как объяснить. И причем чушь, да, сейчас объясню, почему. Вот смотрите, Руслана Людмила, там описано, что, да, и 30 витязей прекрасных, чередой извод выходит ясных, и с ними дядька их морской. Никакого имени нету, да? Теперь давайте вернемся к сказке о царе Салтане, которая была написана позже, и там описано, и чешуе, как жар, горят 33 богатыря, и с ними дядька Черномор. Но Черномором дядьку не могут звать, потому что в сказке Руслана Людмила Черномор это карлик, злодей главный. Поэтому выходит 30 витязей с дядькой Черномором, и при этом Черномором зовут антагониста, да, этого какого, протагониста, главного злодея. Такого быть не может, Пушкин не мог такого написать. Юра, я благодаря тебе запутался. Один синяя борода. Нет, я тоже всегда удивлялась. Один синяя борода. Юра, Юра, я помню, что был именно Черномор. Не Черномор, а именно, да, с ними дядька Черномор. Я всегда удивлялась, меня всегда этот момент удивлял. Смотрите, я скажу так, в сказке о царе Салтане Черномор, да, дядька, а в сказке Руслана Людмиле он не пишет его имени, он пишет дядька морской. А Черномором это звали злодеи, да. Руслан, как же он свалился, как же с коня упал, со страшной булавой летает Карл Черномор. Не могу сейчас вспомнить, я уже подзабыл, да. То есть Карлик Черномор описывает сказки Руслана Людмилы. В то же время выходит «Тридцать витязей» с морским дядькой, но спустя несколько лет выходит сказка о царе Салтане, и Черномор уже оказывается вот этот морской дядька. Но такого не может быть. Пушкин физически не мог этого написать. Я не верю, что у него два героя в одной и той же сказке имели одно и то же имя. Не может такого быть. А вот смотри, вот логика, если включим логику, то Черномор, наверное, тот, который выходит из морской пучины. Говорят же, что пучина морская, она черная, понимаешь, Черномор. А какой-то Карлик в сказке о царе Салтане, он тоже Черномор. А с какой стать он Черномор? Вот это тоже странно. Нет, на самом деле Руслана Людмила раньше вышла, чем сказка о царе Салтане. То есть вначале был Карлик Черномор, а потом появился уже дядька Черномор. Вот так по хронологии. Ну и Боготарей на три больше стало с какого-то перепугу. А может быть там что-то зашифровано? А может это намеренная ошибка? Я его, знаете, другой пытаюсь вспомнить. Из моей реальности не Черномор звали, там получается даже есть такая легенда, почему он бороду срезал и себе на шлем надел. Ну, грубо говоря дополнительные антенны, чтобы коннектиться к какому-то полю. Я сейчас панически пытаюсь вспомнить из моей реальности как звали этого злодея, но у меня не приходит на ум. Я сейчас буду специально сейчас передам вам всем слово это искать в интернете, как я памяти запомнил. Сейчас я хотел добавить, то есть там по-моему у Ефимова есть такое мнение, что это было 33 богатыря это ваш позвонок, а дядька Черномора это у него зашифрованная типа наша железа шишковидная, которая находится в середине мозга. ну это так, то есть из строения организма и даже у меня был такой спор знакомые врачи, то есть сколько было позвонков то есть всего и начались различные атласы, в некоторых атласах написано 28-30 позвонков, а вообще всего получается вот а вообще получается их 33 позвонка то есть несколько сросшиеся но там видно вот этот переход вообще их 33 может быть это поможет вам как-то даже если он что-то там зашифровал все равно это не отменяет противоречий почему вдруг меняется число богатырей и имена повторяются вот это как бы все равно не отменяет одно второе может он узнал что 33 позвонка а не 30 я его узнал позвонок Рома здесь честно говоря как-то не то какие позвонки здесь просто совсем по-другому здесь просто вот 33 богатыря и все с ними дядька Черномор вот так было мне кажется и все а какие позвонки тут непонятно у меня не Черномор в голове я попробую найти кстати Владимир Высоцкий Семенович тоже влез свою лепту 33 же мужика не желает знать знать сынка пусть считается полка сын полка вот Руслана Людмила да вот смотрите сейчас скажу к Славу как он писал да князь Карлу ждет внезапно он по шлему крепкому стальному рукой незримый поражен удар упал подобно грому Руслан подъемлет смутный взор и видит прямо над головой с подъятой страшной булавой летает Карла Черномор это у Пушкина так после чего Черномор Макаса дядьку морского называют ну это бред я в это не хочу верить потому что не мог он такого сделать написать я думаю мог не у меня в памяти вообще другое название этого карлика смотрите что я расшаю вспомни слава вспомни слава я потрачу не знаю сколько времени но вот сейчас я ставлю ролик точнее ролик я еще не знаю будет сейчас фраза или нет смотри я скажу что почему артефакт остался что не может быть 33 богатыря это очень легко проверить сейчас найду строчку конкретно пока исчезла что хотела я хорошо я сейчас включу ну я вот хотел сказать да вот опять же сколько начитаем различные книги старые сказки и Пушкин то есть как бы писал о каких-то вещах образные то есть если тут говорит что не может быть там 33 богатыря но может быть это что за другое обозначало вот или 30 то есть это должно обозначать какой-то физический реальный процесс или физическое что-то что существует вот где-то в этом подсказка а когда то есть какие-то позвонки ну это я сказал как предположение это первое второе не забывайте что в старину и все сказки рассказаны образно никто мне пишет вам техническое устройство пишет просто ковер самолет как ковер может и так и так далее поэтому если так относиться то есть что ну то есть Пушкин все время думаете дословно писал нет потому что ну это это чувство это пойми если он пишет 30 богатырей 33 это 2 2 здесь нельзя как бы ошибиться никак даже я согласен я согласен то есть но должен быть описан какой-то физический процесс который то есть был и можно его перепроверить но мы к сожалению его до конца расшифровать не можем я предложил просто какую-то версию вот то есть хоть как-то пытаюсь включиться вразову как бы я нашел артефакт почему не может быть 33 богатыря в той же самой сказке о царе Салтане каждый день каждый день идет там диво море вздуется бурливо закипит подымет вой хлынет наберег пустой расплеснется в скором беге и останутся на бреге 33 богатыря в чешуе золотой горя все красавцы молодые великаны удалые все равны как на подбор старый дядька черномор с ними из моря выходит и попарно их выводит 33 попарно нельзя вывести никак ой здорово здорово точно ой вот это наблюдательность да если кто-то скажет что 33 это включается черномор то тут четко написано с ними из моря старый дядька черномор с ними из моря выходит то есть он не входит число 33 да никак не входит ну да он их выводит он их выводит правильно там написано когда он выводит именно 33 богатыря попарно да интересно а это кто-то дописал или почему тогда 33 ну этого никто не знает я как бы пытался проводить свое расследование насчет этого почему так и я не могу найти ответа на этот вопрос почему было сделано так у меня есть одно предположение потому что Пушкин состоял долгое время в тайном масонском ордене это факт то есть все знают историки что Пушкин масон прекрасно все знают это в официальной истории даже и если это там написано то только шифровка какая-то именно связанная с масонством 33 поэтому по-другому никак если вспоминать сказку о спящей красавице сколько богатырей было кто помнит в смысле братьев или богатырей вот это братьев братья но семеро вот поэтому все числа которые есть у Пушкина в последних сказках они все связаны так или иначе с масонством то есть семерка 13 33 везде встречаются Юра а может это масоны забрали наши цифры нет Пушкин состоял сам в этом масонстве в ордене поэтому его же рукой написано стихотворение и произведение